Все эти люди, представители разных профессий и разных поколений, собрались в сквере городов-побратимов на улице Талсинская. Они стоят с красными гвоздиками в руках, символом мужества, храбрости и победы. Теперь на этом месте и впредь будут вспоминать тех, кто пал смертью храбрых. Здесь установлен памятник погибшим участникам боевых действий в локальных конфликтах. Так, в преддверии 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялось его открытие. Глава городского округа Андрей Булгаков обратился ко всем щелковцам, кто в этот день пришел отдать дань памяти. Боевое братство, общественные организации обратились ко мне с просьбой вернуть на историческое место мемориал в честь всех погибших в локальных конфликтах. И старый памятник реставрировать и тоже привести в порядок. Мы эту идею, конечно, все поддержали. И я благодарю всех, кто здесь присутствует, общественную палату, боевое братство, всех, кто принимал участие в создании нового мемориала. 34 года прошло с того памятного дня, когда завершилась для нашей страны афганская война. Практически 14 тысяч жизней наших ребят были отданы во имя и выполнение задания Родины в рамках оказания интернациональной помощи братскому Афганистану. Освещать памятники стало традицией. Мемориал окропил святой водой с очтением молитвы священник Виталий Крикота. Открытием памятника увековечили 28 имен наших земляков, которые отдали жизни, защищая интересы Родины. Первое имя в списке – Савгиренко Андрей Викторович. Герой Российской Федерации награжден Орденом Мужества. Военный летчик-командир экипажа вертолета Ми-24. Он погиб при исполнении воинского долга 13 декабря 1999 года в Аргунском ущелье. Вот такой памятник, как этот, он расскажет о многом, потому что это история. История, которую должны наши молодежь знать, потому что кто не помнит прошлого, не будет настоящего будущего. Поэтому пока, конечно, мы живы и стараемся как можно больше работать с молодежью, объяснять им, говорить им о том, что слово, вот это, герой, оно очень важное, оно очень серьезное. Свой долг они исполнили ценой собственной жизни. Память о воинах-героях, наших земляках, хранят их родные и близкие, сослуживцы, соотечественники. Сохранить ее на века – долг нынешнего и всех последующих поколений. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.